Всем привет! Какой день уже живу в окружении клубков? Я хотела сказать в том смысле, что клубки меня ждут, они меня окружают, а у меня нет времени за них взяться. Вот сейчас несколько часов свободного времени у меня есть до того момента, как придут коровы. И мне нужно вот эту пряжу рассучить, потому что напрядина она слишком-слишком густо, скажем так. А моталку я выписала вот такую с Алиэкспресс. И они мне подсказали, что вот эту штучку нужно просто сильно потянуть. Я не догадалась бы, я просто смотрю вот так, я ее выставляю, она накрутится во все стороны, бракованная, наверное. А что можно вот прям с усилием вытянуть, ну я не знала, мне подсказали зрители, и тогда будут получаться вот на ней вот такие классные клубочки. Вот вы скажете, опять я за свое, но я не могу промолчать. Вот эту моталку я просто знаю, что сейчас вы будете спрашивать. Я ее выписала с Алиэкспресс. Возможно, вы пользуетесь еще какими-то известными интернет-магазинами. Так вы имеете в виду, что многие интернет-магазины, особенно крупные и известные, сотрудничают с кэшбэком. Что такое кэшбэк? Это возврат ваших средств. Вот когда я, допустим, заказывала сырные формы, я посмотрела, я пожалела, что там нет кэшбэка. Сайт с этим не работает, а очень жаль. Потому что, ну я привыкла, это приятно. Мало того, что в магазине есть какие-то скидки там, где вы делаете заказ, вам еще часть средств падает обратно на кошелек. Ну пусть они какие-то не такие большие, но для нас это совершенно бесплатно. И чем мне нравится кэшбэк SmartySale? Тем, что он возвращает денежные средства практически сразу. И они падают на телефон. Я в нем зарегистрирована уже давно. Я про это постоянно говорю. Еще раз говорю, на самом деле приятная вещь. Но я знаю, что зрители у нас не любят рекламу. И говорят, ой, опять реклама. Но это не реклама. Это так могут сказать те, кто не пользуется интернет-магазинами. А я вот пользуюсь. И наверняка я знаю, что и вы тоже, кто-то из вас пользуется. Зарегистрируйтесь, не пожалеете времени. Сейчас же все магазины пытаются заманить к себе покупателя. А на что покупатель идет? На низкие цены, на распродажи, на скидки. Ну я же права. И поэтому, естественно, они начинают искать какие-то ходы, чтобы покупатель пришел именно к ним. Для этого и придуманы все эти инструменты, чтобы мы купили именно у них. Вот такие дела. Кстати говоря, я сегодня собираюсь на базар. Завтра у нас суббота. Я сегодня ездила в наш районный центр, в нашу районную ветстанцию за справкой. Взяла справку на продажу молока, добавила туда топленое масло и сливочное масло. То есть так, если вы собираетесь ездить в город на рынок, то там правила немножко другие, чем если, предположим, вы торгуете где-то на сельском рынке, либо в районном центре. Там правила пожестче. Во-первых, у продавца должна быть санитарная книжка. Но это ладно, она делается один раз и потом продлевается каждые полгода. Во-вторых, перед тем, как туда поехать, вы приходите в ветстанцию за день до этого. И заявляете там, какую продукцию вы повезете. То есть вы заявляете, какие у вас будут контейнеры, сколько килограмм, предположим, творога, сколько литров сметаны, сколько килограмм сливочного масла, в чем это будет. Сколько литров молока. Они все это заносят в ведомость. И по электронной почте передают в лабораторию рынка. То есть, когда мы приезжаем на рынок, мы не везем с собой никаких документов, кроме санитарной книжки. Да, я забыла сказать самое главное. Если ваше хозяйство и вы сами не состоите на учете в Меркурии, то никакой торговли вам не видать, как своих ушей. Без этого вас не пустят на рынок. Не пустят. Стоит это 84 рубля. Это мы платим на наши ветстанции. Потом мы приезжаем с товаром утром на рынок. На тот рынок, куда мы собрались ехать. Если мы собрались ехать на два рынка, то нужно брать направление с нашей ветстанции именно на те рынки, на которые мы едем. Не просто там куда-то, в Волгоград, а конкретно. Потому что они посылают эти данные конкретно на электронную почту той лаборатории, куда мы приедем торговать. И когда мы приезжаем на тот рынок, в Волгоград, куда нас отправила наша местная ветстанция, мы выставляем свой товар, несем в лабораторию образцы каждой продукции на анализ, она там проверяет, после этого выдает нам справку, что мы можем торговать. Если там будут какие-то нарушения, то этот товар с прилавка просто попросят вас убрать. Это на самом деле правда. Я завтра еще повезу сыр. И, кстати говоря, я забыла его заявить сегодня на нашей ветстанции. Не знаю, возможно, что мне завтра этот сыр даже и не разрешат выставить. Не знаю, как быть, потому что... Ну, я вот просто забыла. Я уже приехала домой и вспомнила, что у меня, оказывается, есть козий и коровий сыр. И так как я попала на Волгоградский большой рынок, я задумалась, а можно ли продать через рынок говядину. То есть не сдавая его перекупом, а продать через большой рынок тот, куда приходит много народа. Конечно, в том случае, если там будут для нас места. Но это мне придется не мотать, потому что вам будет плохо слушать. Так вот, я узнала. Для того, чтобы вывезти со двора мясо, ну, в данном случае говядину, потому что у нас больше ничего нет, ну, козы есть, мы их не продаем. Алгоритм действия в этом случае такой. Вы вызываете ветеринара, который курирует ваш участок. Он осматривает животное, которое вы собираетесь забить. Дает справку о его здоровье. Эта справка не выдается вам на руки. Он посылает ее в электронном виде на бойню. После этого вы везете корову на бойню. Там ее забивают, осматривают. Проводят лабораторные исследования, если они нужны. Клеймят мясо и дают вам еще одну справку о том, что ваше мясо пригодно для реализации. Вы забираете это мясо и все, что они вам выдадут вместе с ним. Едете на рынок, предъявляете это мясо в лабораторию рынка. Они там проводят, я так думаю, повторные анализы. Во всяком случае, когда я торговала на районном рынке, было вот именно так, как я говорю. Хотя это было уже, честно говоря, давно. Не знаю, может быть, правила изменились. Но наверняка на том рынке тоже будут какие-то анализы. И только после этого уже та лаборатория разрешает мясо продажа. Вообще, на самом деле, у меня есть еще одна задумка. Я хочу купить корову. Или первотелку хорошую. Но так как у нас в области с этим большая проблема, хорошо бы, конечно, было бы привезти ее с другой области. Но тут опять же получается такая история, что не так-то просто вывезти хорошее животное и пересечь границу между областями. Потому что вся скотина стоит на учете в Меркурии. И если делать это так, как положено, а именно по закону, то я должна пойти в нашу ветстанцию, взять там разрешение на вывоз того животного, который находится в другой области. Я должна подать заявку, они должны рассмотреть в течение месяца. Не в нашу ветстанцию, они это отправят в Волгоград. Там дадут разрешение на ввоз животного с другой области. Потому что мы, если будем ввозить нелегально, то мы можем завести какие-нибудь болячки. Может быть, соседняя область стоит на каком-то карантине. В общем, вам дается разрешение на ввоз скотины. А вот дальше я не знаю, как. Раньше было так, что то животное, которое должно переехать сюда, должно в том хозяйстве отстоять месяц на карантине. В общем, я вот про это еще не узнавала. Но факт тот, что мне нужна какая-нибудь коровешка, либо первотелка. Товарищи дорогие, кто смотрит меня с нашей области? Вы ничего не хотите мне предложить? Может быть, у вас есть неплохая отелка, которая телится зимой. Мне летние, весенние отелы не нужны, упаси Господи. Только зимой, январь, февраль, декабрь. Вот такую первотелку я бы посмотрела. Но я уж на корову не замахиваюсь, потому что, ну вы сами понимаете, хороших коров никто не продает, только вынуждена. Пока я с вами болтала, вместо того, чтобы мотать, время-то прошло. Поэтому я сейчас отключусь, быстро намотаю скалку, хотя бы чуть-чуть. За это время вы от меня отдохнете, а я вам потом покажу еще что-нибудь интересное. Ну вообще, сюда пришла, конечно, за формой, потому что мне не хватает формы под каймак. Я возьму вот эту. Вот у меня такая уже есть. Удобно мне каймак запекать, она широкая. Мне одной не хватает. Такая квадратненькая, маленькая. Так что в самый раз, тем более на со скидкой. Содержать коз в хозяйстве оказалось очень легко. Моя недавно купленная коза не доставляет мне вообще никаких проблем. Для меня ее подоить, но это вообще, я не знаю, ну как игрушка. По сравнению с коровой, у нее, во-первых, более нежное время, она сама вся такая нежная. Ну и то, что я трачу на нее время, ну пускай минуту в день, ну может быть полторы. Но во всяком случае, мне кажется, что это происходит за секунды. Мне очень понравилось содержать коз. Тем более, так как я сейчас выехала на базар, я вижу, что вот как раз в Волгограде козье молоко пользуется спросом. И поэтому я подумываю о том, что возможно мне нужно поискать. Но ведь я вас уже просила, что если вдруг вы знаете, что продается где-то хорошая корова, сообщите мне. Возможно, я поеду и благодаря вам ее там куплю. Я еду по деревне как раз до того места, где я хочу посмотреть козу. И между прочим, я проехала мимо коровы, которая мне нравится, и она продается. Козочка звать Сима. Сейчас будем доить. Ну вы мне так у нее многообещающе. Говорят, она 3 литра дает. Да, Сима? Только пугливая до ужаса. Совсем пугливая. Иди сюда. Да ей ничего не надо. У нее там ячмень вообще в открытом доступе. Сима, Сима, Сима. А я сижу специально в дверях, чтобы она от меня не сбежала. Ну и как вам коза Сима? Если она на самом деле дает 3 литра, то возможно мы ее и купим. И будет у меня одна Маня, а вторая Сима. А вон стоит корова, которая мне нравится. Я, конечно, полазаю еще по Авито. Вот. У коровы так многообещающе. Она первым телком. Я сейчас покажу ее, потому что я знаю, что меня смотрят коровники. Зацените внешний вид. Ну а нам... В общем, сейчас сами все увидите. Вот сейчас мы подъедем. Вот она стоит, корова белая. Обходят ее соседские коровы. Старые. Смотрите, какие у них рожища. Смотрите, какие у них. Значит, как?